Глава двенадцатая В тишине библиотеки Пейдж отчетливо услышал шаги Молли Фарнли и Барроуза. Марри откашлялся. — Что все это значит? — вежливо спросил он. — Разве я неправильно понял, что мисс Дейли была убита бродягой? — Вполне возможно. — Ну так что же? — Заговорила Молли Фарнли. — Я пришла сюда, чтобы сообщить вам, что собираюсь опротестовать этот нелепый иск. Ваш иск. Вся ее энергичная натура выразилась в холодном, неприязненном взгляде, который она бросила на горы. — Над Барроуз говорит, что это, вероятно, займет годы. И все мы останемся без гроша. Но я могу себе это позволить. — Сейчас важно узнать, кто убил Джона. Если хотите, заключим перемирие, пока не найдем убийцу. О чем вы разговаривали, когда мы вошли сюда? Все собравшиеся почувствовали некоторое облегчение, но один человек вдруг насторожился. — Вы думаете, у вас есть шанс, леди Фарнли? — холодно спросил мистер Уэлкин адвокат. — Вынужден вас предупредить. — Гораздо больше, чем вы, может быть, думаете, — парировала Молли, многозначительно взглянув на Маделин. — Так о чем вы разговаривали, когда мы вошли? Доктор Фелл снова откашлялся, и в глазах вам мелькнул жгучий интерес и некоторое чудометное осуждение. — Мы сейчас подошли к довольно важному моменту, — мадам сказал он, — и очень бы оценили вашу помощь. — Существует ли еще на чердаке этого дома маленький чулан с коллекцией книг по колдовству и тому подобному? — А? — Да, конечно. — Но при чем здесь это? — Посмотрите на эту книгу, мадам. — Вы можете сказать определенно, из этой или она коллекции? — Молли подошла к столу. — По-моему, да. — Да, я почти уверена. На них на всех стоит этот экслибрис, которого нет на других книгах. Это своего рода опознавательный знак. Откуда, черт возьми, у вас эта книга? Доктор Фелл рассказал ей. — Но это невозможно. — Почему? — Потому что из этих книг всегда возникали скандалы. Причиной их был мой муж. Я никогда не понимал его гнева. Мы, знаете ли, поженились чуть больше года назад. Ее спокойные карие глаза были обращены в прошлое. Она села в кресло, которое ей подставил Бороуз. Когда Ян появилась здесь в качестве... Эсты? Он дал мне все ключи от дома, кроме ключей от этого чулана. Разумеется, я их передала прямо мисси Сапс, домоправительница. Но это, знаете ли, дело принципа. Я очень заинтересовалась, что ж такое хранится в этом чулане. — Что-то вроде синей бороды, — предположил Горк. — Не перебивайте, пожалуйста, — резко произнес доктор Фелл в холодной ярости, повернувшись к истцу. — Возможно, — нахмурила Смоли. По крайней мере, я об этом слышала. Мой муж хотел ее сжечь. Я имею в виду коллекцию. Кажется, оцениваю ее собственность перед тем, как вступить во владение. Он пригласил из Лондона букиниста посмотреть книги. Тот сказал, что небольшая коллекция на чердаке оценивается в тысячи и тысячи фунтов, и чуть не плясал от восторга. Восел безмозглый. Он сказал, что там имеются всевозможные раритеты, в том числе и уникальные. Я помню, что речь шла о рукописи, предположительно утерянной, в начале девятнадцатого века. Никто не знал, куда она пропала, а она оказалась на нашем чердаке. Она называлась Красной книгой Аппина. Букинист сказал, что это некогда знаменитое практическое руководство по магии, и магические силы его так велика, что всякий, кто читает рукопись, должен иметь на голове железный опруч. Я очень хорошо это припоминаю. Потому что вчера вечером вы спросили о Красной книге Аппина, а этот человек, она посмотрела на Гора, даже не знал, что это такое. Пожалуйста, не перебивайте, как предложил доктор Фелл. Любезно усмехнулся Гор и обратился к Маре. — Отличная игра, маэстро. Я, правда, никогда не знал книги под этим названием, но могу сказать вам, что это такое, и могу даже опознать рукопись, если она до сих пор находится наверху. Я назову вам одно из ее свойств. Каждый, кто ею обладает, должен знать, чем закончится расследование, прежде чем следователь откроет рот. — Это, должно быть, вам очень пригодилось вчера вечером, — язвительно произнесла Мадалин. — Да, и это доказательство того, что я читал рукопись. Она также, говорят, придает жизненную силу неодушевленным предметам. Видимо, леди Фарнли читала ее. Доктор Фелл постучал по полу на конечном трости, чтобы привлечь к себе внимание. Когда угроза бури миновала, он добродушно взглянул на Молли Фарнли. — Эх, — вздохнул доктор Фелл. — Эх-хе-хе. Насколько я понимаю, мадам, вы не верите в волшебные свойства красной книги Аппина и во что-либо подобное? — Ну, вроде так, — ответила Молли, используя англосаксонский оборот, от которого Мадалин покраснел. — Так я и знал, да. — Именно. — Но продолжайте ваш рассказ. — Так вот. Мой муж был напуган, расстроен и озабочен из-за этих книг. Он даже хотел сжечь их. Я просил его не сходить с ума. Если же он хочет от них избавиться, предлагала продать их. Все-таки какая-то польза. Он ответил, что в них полно эротики и бесовщины. Молли запнулась, но продолжалась тоже откровенно. Сказать по совести? Это меня заинтриговало. Когда он показал мне чулан, я просмотрела две-три книги, но ничего подобного не нашла. В жизни не встречала такого скучного чтива. В нем не было ничего низкого. Просто скучнейший вздор о каких-то двух линиях жизни и прочей ерунде со всеми этими забавными «эс» вместо «ша», словно автор нарочно шепелявил. Я не смогла обнаружить там ничего интересного. Поэтому, когда муж настоял, чтобы чулан снова закрыли на замок, я не стал возражать и забыл об этом эпизоде. Я уверен, что с тех пор чулан не открывали. Но эта книга, доктор Филл поклопал по ней, оттуда? Да, безусловно. Ключ от чулана всегда был вашего мужа, так? Однако он как-то оказался у мисс Дейли. Хм. Доктор Филл сделал несколько коротких затяжек. Следовательно, существует ниточка, связывающая смерть мисс Дейли со смертью вашего мужа. А какая еще ниточка? К примеру, мадам, мог ли он сам дать книгу мисс Дейли? Но я уже говорила вам, как он относился к этим книгам. Это не имеет значения. Вопрос в том, мог ли. Во всяком случае, здесь говорили, что в детстве, если он был настоящим Джоном Фарнли, как утверждаете вы, ваш муж был очень высокого мнения об этих книгах. Молли достойно выдержала этот удар. Вы ставите меня в неловкое положение. Если я скажу, что он ненавидел их без всякой причины, вы можете заявить, что это разительная перемена вкуса доказывает, что он не был настоящим Джоном Фарнли. Если я скажу, что он мог дать книгу Виктории, тогда я не знаю, что скажете на это. Нам нужен только честный ответ, — прищурился доктор Фелл, — или, скорее, ваше искреннее впечатление. Небо щадит тех, кто говорит правду. Вы хорошо знали Викторию Дейли? Довольно хорошо. Бедняжка была из тех, кто жертвует собой во имя добрых идей. Вы хотите сказать... Доктор Фелл помахал трубкой. Вы хотите сказать, что она могла интересоваться вопросами колдовства? Молли жала кулачки. — Объясните мне, ради бога, при чем тут колдовство? — Допустим, эта книга именно магии. Если она с чердака, то это, скорее всего, именно так. Допустим, что мисс Дейли ее читала. И что же это доказывает? — Здесь кроется доказательство, поверьте мне, — мягко произнес доктор Фелл. — Ваш природный ум, мадам, поможет вам понять, как важна именно связь между мисс Дейли с запертым чуланом этой книги. Скажите, ваш муж хорошо знал мисс Дейли? — Ну, не знаю. Не очень хорошо, надо думать. Доктор Фелл наморщил лоб. — И все же вспомните его поведение вчера вечером. Вот как мне его описали. Подтвердите ли вы это? Появляется человек, претендующий на его собственность. Обладание этим поместьем по праву или нет — самое главное движущие силы его жизни. А теперь на цитадель нападают. Мистер Гор и мистер Уэлкин с их убедительными историями, такими неопровержимыми доказательствами, как отпечатки пальцев, буквально осадили его. Он нервно вышагивает по кабинету. Это правда. Но в тот момент, когда на него обрушивается опасность разоблачения, его, похоже, больше беспокоит тот факт, что сыщик расследует в деревне смерть Виктории Дейли. Это правда? Это было правдой. Пейдж прекрасно это помнил, и Молли ничего не оставалось, как только согласится. Итак, мы замечаем, что ниточка раскручивается. Попытаемся следовать за этой ниточкой, куда бы она ни вела. Меня все больше и больше интересует этот запертый чулан на чудаке. Там есть еще что-нибудь, кроме этих книг? Молли задумалась. Только это механическая кукла. Я видел ее однажды, когда была маленькой девочкой, и мне она понравилась. Уже будучи хозяйкой Фарнли Клоус, я спросила моего мужа, почему бы не достать ее из чердака и не попробовать заставить двигаться. Видите ли, я люблю редкие вещи, но она осталась там. Ах, да, механическая кукла, — протянул доктор Фелл, загораясь с любопытством. Что вы можете о ней рассказать? Молли помотала головой. За нее ответил Кеннет Мари. Вот и история, доктор, успокаивающе сказал Мари, садясь в кресло, который вам стоило бы расследовать. Я пытался расследовать ее много лет назад, и юный Джонни тоже. Ну и что? Вот факты, которые я сумел раскопать. С пафосом продолжил Мари. Сэр Дандли никогда не позволял смотреть на эту фигуру, и мне приходилось действовать украдкой. Сконструировал ее господин Резан, органист из струя, который изобрел клыри корды для Людовика XIV, и она с большим успехом выставлялась при дворе Карла II в 1676-1677 годах. Фигура, сидящая на небольшой кушетке, выполнена почти в натуральную величину, и, говорят, олицетворяла одну из фавориток короля, какую именно идут споры. Ее действия приводили людей того времени в восхищение и ужас. Она играла две-три мелодии на цитре, которая сегодня называется лирой. Она умела обниматься со зрителями и проделывала всевозможные трюки, некоторые из них, безусловно, были непристойны. Ему, вне всякого сомнения, удалось заинтересовать слушателей. — Ее купил сэр Томас Фарнли, чей экслибрис вы сейчас видите, — сказал Мари. — Я так и не выяснил, не это ли бесстыдство автомата послужило причиной его гибели впоследствии. Но что-то произошло. Все источники хранят на этот счет гробовое молчание. Причин для ужаса, который кукла вызывала в XVIII веке, похоже, не было, хотя подобное чудо техники вряд ли могло понравиться сэру Дадли, его отцу или деду. Предположительно, старый Томас узнал тайну, как заставить куклу работать. Но он, похоже, унес ее с собой в могилу. Не так ли, юный Джо? Простите, сэр Джон. Чрезмерная и преувеличенная вежливость его тона рассердила Гора, но рассказ его заинтересовал. — Нет, тайна не раскрыта, — нахмурился Гор. — Ее никогда не раскроют. Я-то это знаю, господа. В молодости я ломал себе голову над секретом золотой ведьмы. Могу без труда доказать вам, что ни одно из имеющихся руководства не поможет, если мы... Он вдруг оживился. А почему бы нам не подняться и не посмотреть на нее? Я давно хотел взглянуть на нее, но не мог придумать предлога. Я даже пытался использовать всевозможные плотовские способы, чтобы пробраться туда, как делал это в детстве. А сейчас? Почему бы не подняться туда при дневном свете? — Один момент, сэр, — вдруг сказал Эллиот. — Все это очень интересно, и мы можем сделать это как-то в другой раз. — Однако я не вижу, какое отношение к... — Вы уверены? — прервал его доктор Фелл. — Сэр, вы уверены? — очень энергично переспросил доктор. — Ну же, кто-нибудь, как выглядит этот автомат? — Кукла уже, конечно, очень обветшала, ведь я видел ее, по крайней мере, лет двадцать пять назад. — Да, это так, — согласилась Маделин Дэйн. И содрогнулась. — Не ходите туда. — Пожалуйста, не ходите. — Но почему? — воскликнула Молли. — Не знаю. — Мне страшно. Горс снисходительно посмотрел на нее. — Да, я смутно припоминаю, что она произвела на вас сильное впечатление. — Но вы спросили, как она выглядела, доктор? Должно быть, она была, когда новой, то она выглядела совершенно живой. Ее корпус представляет собой железную конструкцию с нанесенной плотью из воска. Глаза стеклянные, причем в мое время одного не было, и настоящие волосы. Время не добавило ей красоты. Она довольно обшарпанная и обычно выглядела несколько неприятно. На ней была парчевая накидка, руки и пальцы из металла, окрашенного в телесный цвет. Чтобы играть на цитре и жестикулировать, пальцы ей сделали длинной, подвижной, с острыми ногтями, почти как... Она обычно улыбалась, но, когда я видел ее в последний раз, улыбка исчезла. — И Бетти Харботл, — резко произнес доктор Фелл, — Бетти Харботл, как Ева, очень любит яблоки. — Простите? — Любит яблоки, — повторил доктор Фелл. — Бетти Харботл, — перепуганная горничная. — Любит яблоки. — Это первое, что нам сказали, когда мы допросили слуг. — Я подозреваю в нашу добрую домоправительницу миссис Апс в том, что она на что-то намекает. — Клянусь всеми святыми, так оно и есть. — А вы... — на красном лице доктора, уставившегося на гора, — выражалась сосредоточность. — Вы минуту назад сказали мне, что обычно искали предлог, когда хотели посетить логово книг и золотой ведьмы. Вы говорили, что идете за яблоком в кладовую на чердаке, расположенную рядом с чуланом. — Кто-нибудь выскажет какие-нибудь соображения, где находилась Бетти Харботл, когда ее напугали, и где вчера вечером нашелся дактилограф? Гарольд Уэлкин поднялся и принялся окружить по комнате, но он был единственным, кто двигался. Впоследствии Пейдж вспоминал эти лица. Во мраке библиотеки малетное выражение одного из них. — Марья заговорил, поглаживая усы. — Ах, да, это, несомненно, интересно. Если мне не изменяет память, лестница на чердак находится в конце коридора, возле зеленой комнаты. — Вы считаете, что девушку из чулана отнесли вниз и положили в зеленую комнату? Доктор Фелл помотал головой. — Я только считаю, что мы должны использовать ту скудную информацию, что имеем, или отправляться по домам спать. Любая ниточка ведет к этой маленькой норке. Она — сердце лабиринта и всех потрясений, подобно маленькой чаши с водой из дома и разума. Кстати, это название гораздо более уместно, чем может показаться. Нам стоит посмотреть эту норку. Инспектор Эллиот медленно произнес. — Думаю, это правильно и немедленно. Вы не возражаете, леди Фармли? — Что вы? — Ни в коем случае. — Только я не знаю, где ключ. Да что там, ломайте замок. Муж повесил новый висячий замок. Если считает, что это поможет, взломайте его. Молли провела рукой по глазам и вновь взяла себя в руки. — Я проведу вас. — Спасибо. Эллиот оживился. — А кто еще, кроме вас, бывал в этом чулане? — Только мисс Дейн и мистер Гор. Не пройдете ли вы оба со мной и доктором Феллом, и мистером Пейджем? Остальные, пожалуйста, останьте здесь. Эллиот с доктором двинулись вперед, тихо переговариваясь между собой. Молли обогнала их и пошла первой. За ней шли доктор с Эллиотом, потом Гор, за ним Пейдж с Мадалин. — Если ты не хочешь идти туда, — обратился он к Мадалин. Она сжала его руку. — Нет, пожалуйста. Я поднимусь. Я хочу посмотреть, удастся ли мне понять, что происходит. Знаешь, я боюсь, что сболтнула что-то смертельно обидевшее Молли. Но мне пришлось ей сказать, другого выхода не было. — Брайан, ты же не считаешь меня стервой, правда? — Пейдж был поражен. — Господи, конечно, нет. Как-то могло прийти тебе в голову. О, да просто так. Но она его не любила, правда? Она делает это только по обязанности. Несмотря на внешние теплые отношения, они не подходили друг другу. Он был идеалистом, а она слишком практична. — Погоди, погоди. Я знаю, что он был обманщиком, но ты не знаешь всех обстоятельств, иначе бы ты понял. — Тогда он тоже был практичным, — бросил Пейдж. — Брайан, тоже мне идеалист. Если он действительно сделал то, о чем говорят все, в том числе и ты. Наш покойный друг был стопроцентной свиньей, и ты это знаешь. Ты, случайно, не была влюблена в него? Брайан, ты не имеешь права так говорить со мной. — Знаю, но все же была. — Нет, — спокойно ответила Маделин, глядя в пол. — Если бы ты был поумнее и внимательней, ты бы не стал задавать подобных вопросов. Маделин запнулась. — И Пейдж понял, что она хочет сменить тему. Компания поднялась по широкой и удобной дубовой лестнице, ведущей на верхний этаж. Прошла по площадке и свернула в коридор налево к зеленой комнате. В открытые двери этой комнаты виднелась тяжелая кабинетная мебель прошлого века и безвкусно украшенные стены. Справа по коридору располагались двери двух спален. В конце коридора было окно, выходящее в сад. Пейдж помнил, что внутренняя лестница на чердак находилась во внешней стене здания в конце коридора, а дверь, ведущая туда, была слева от окна. Но не это занимало его. Он понял, что, несмотря на пресловутую гениальность доктора Фелла и легкомысную откровенность инспектора Эллиота, он так ничего и не узнал от них. Разумеется, оба они разглагольствуют обо всем. Но как же обычная полицейская работа? Как же отпечатки пальцев? Как же допросы и поиски в саду? Как же дознание Эллиота? Но Шнайдин... Да, он знал это, потому что в данных обстоятельствах скрыть это вряд ли удалось бы. Что еще, хотя бы чисто теоретически? С некоторых людей снят какие-то показания, но что дают эти показания? В конце концов, конечно, это их дело, и все же ему было не по себе. Впереди маячила огромная фигура доктора Фелла, заполняющая, казалось, весь коридор. — В какой она комнате? — тихо спросил Эллиот. Молли показала на дверь дальней спальни, что напротив двери на чердак. Эллиот легонько постучал в дверь, но изнутри донесся чуть слышный издавленный плач. — Петти, — прошептала Мадалин. — Там? Да, ее поместили в ближайшую спальню. — Она, — запкнулась Мадалин, — она не в очень хорошем состоянии. Доктор Кинг открыл дверь спальни, оглянулся и тихо закрыл ее, выходя в коридор. — Нет, — сказал он, — вам пока нельзя с ней видеться. — Может быть, вечером, а еще лучше завтра или послезавтра. Я хочу, чтобы успокоительное подействовало, а если ее тревожить, то оно не подействует. Эллиот, похоже, был разочарован. — Да, но, доктор, это, надеюсь, не... — Серьезно хотите вы спросить? — Господи, простите, — он снова открыл дверь. — А она что-нибудь сказала? — Ничего, что могло бы вас заинтересовать, инспектор, больше половины бред. Хотелось бы мне выяснить, что она видела. Все притихли. Молли, изменившись в лице, оказалась изо всех сил, пыталась хранить хладнокровие. Доктор Кинг был старинным другом ее отца, и между ними не было никаких церемоний. — Дядя Нет, я хочу знать. Я все сделаю для Бетти, вы это знаете. Но я так и не поняла. Это по-настоящему серьезно, да? Люди бывают напуганы, но это же не значит, что она на самом деле больна. Это не опасно? — Нет, — ответил доктор, — это не опасно. Ты хорошая, сильная девушка, ты даже не нервничаешь. Энергия в тебе бьет ключом. При виде опасности ты наносишь удар ногой. Да ты могла бы... — Ну-ну, все будет хорошо. Все будет хорошо, помощи не надо. Спасибо, мы с миссис Апс справимся. Но ты могла бы приготовить нам чай. Дверь закрылась. — Да, друзья мои, — заметил Гор, глубоко засунув руки в карманы. — Я думаю, не ошибусь, если скажу, что дело серьезное. Поднимемся. Он открыл дверь напротив. Внутренняя лестница была крутой. Здесь стоял тот слабый и кисловатый запах, который всегда бывает у старого камня, долго лежавшего в закрытом помещении. Сама железная лестница, оставшаяся в первозданном виде, напоминала костяк какого-то доисторического животного. Окна на лестнице не было, и Элиот, вошедшему первым, пришлось пользоваться электрическим фонарем. Гор последовал за ним, потом двинулись доктор Фелл, Молли, а замыкали шествие Маделин с Пейджем. Чердак нисколько не изменился с тех пор, как Ини Годжон сделал эскиз этих маленьких окон и добавил к кирпичу камень. Пол был таким неровным, что при любом неосторожном шаге человек рисковал упасть. Дубовые стропилы были необыкновенно толстые и слишком крепкие для того, чтобы считаться живописными. Сквозь маленькие окна на чердак проникал слабый свет, воздух был спертый, влажный и горячий. Нужную им дверь они нашли в дальнем конце. Это была тяжелая черная дверь, наводящая на мысль скорее о подвале, нежели о чердаке. Петли были изготовлены в XVIII веке. Дверная ручка исчезла, старый замок сломался, теперь дверь запирали толстые цепь и висячий замок. Но Эллиот направил свет своего фонаря вовсе не на замок. Похоже, когда закрывали дверь, что-то уронили на пол и раздавили. Это было наполовину съеденное яблоко. Глава тринадцатая Воспользовавшись шестипенцевой монетой в качестве отвертки, Эллиот осторожно отвинтил скобу, держащую цепь висячего замка. На это ушло много времени, когда цепь упала, и дверь без труда отворилась. Доктор сказал, напоминая тени Удольфо. Это потрясение, сэр. Вы понимаете, что я имею в виду. Девушка попадает в пещеру синей бороды, впервые видит эту куклу и... Фил замолчал, разгладил усы и задумался. — Нет, нет, это не так. — Боюсь, что не так, — спокойно согласился Эллиот. — Если здесь с ней что-то произошло, тогда другое дело. Но как она сюда попала? И кто отнес ее вниз? Откуда у нее дактилограф? Не будете же вы утверждать, что на нее так сильно подействовал один вид куклы? Она бы закричала, убежала и так далее. Слово, могла бы сильно возбудиться, но до такого истерического состояния довела что-то другое. Леди Фарнелли и слуги знали о кукле? Разумеется. Они ее не видели, кроме Нолза, и, может быть, мисс Апс, но знали они все. Значит, само наличие куклы никого бы не удивило? Нет. Если Бетти чего-то испугалась в этом маленьком чулане, то... Но чего именно, правда, мы не видим. Посмотрите туда. Прервал его доктор Фелл, ткнув тростью. Луч фонаря задержался на полу у ног куклы. Он высветил какую-то мятую тряпку. Эллиот поднял ее. Оказалось, что это фартук горничной, отороченной оборками. Хоть он был недавно постиран, на нем уже появились следы пыли и грязи. В одном месте на ткани изъяли две рваны и дыры. Доктор Фелл взял фартук у инспектора и протянул Молли. — Это фартук Бетти? — спросил он. Молли рассмотрела крохотную табличку, пришитую к подолу фартука, на которой было маленькими буквами вышитое имя, и кивнула. — Логово золотой ведьмы! — с удовольствием произнес гор, пнув ногой недоеденное яблоко. — Осторожнее, сэр! — резко остановил Эллиот. — Что, вы считаете яблоко уликой? Сейчас ничего нельзя сказать наверняка. — Пожалуйста, когда мы войдем в чулан, без моего разрешения ни к чему не прикасайтесь. Когда мы войдем, звучало оптимистично. Петч ожидал увидеть маленькую комнату, а взору его предстало что-то вроде книжного шкафа площадью примерно в шесть квадратных футов с покатым потолком и грязным закопченным оконцем. На полках зияли пустые места, а потрепанные переплеты старинных книг из терячей кожи соседствовали с более современными. Все было покрыто толстым слоем пыли, но это была та легкая, черноватая, песчаная пыль чердаков, на которой почти не остается никаких следов. В чулане с трудом разместилось, что-то вроде кресло ранней викторианской эпохи. Когда Эллиот направил на него свет своего фонаря, всем показалось, что на них выскочила сама ведьма. Даже Эллиот отпрянул. Ведьма не была красавицей. Может быть, когда-то она и была очаровательной, но теперь полголовы отсутствовала. Из половинки лица глядел одинокий стеклянный глаз. Когда-то золотистая парчевая накидка висела лохмотями, а оставшуюся половину воскового лица бороздили глубокие морщины. Если бы ее поставили, она, наверное, была бы человеческого роста. Кукла сидела на продлоговатом не то сундуке, не то ящике, когда-то расписанном по ткань кушетке и по золоченам. Ящик был довольно большим, и к нему, вероятно, много позже были приделаны колесики. Руки и куклы с комичной, но ужасающей кокетливостью были приподняты. Вся эта приземистая, увесистая машина весила, должно быть, два-три центнира. Мадалин нервно хихикнула. Эллиот что-то проворчал, а доктор Фелл выругался, а потом, закрыв глаза, воскликнул. «Постойте!» Он начал с грохотом открывать и закрывать дверь чулана, придерживая рукой пенсны. Когда он прекратил это занятие, лицо было хмурым и задумчивым. «Ну вот, теперь я скажу вам, приятель. Я не могу ничего доказать, как не могу объяснить историю с яблоком и яблочной кладовой, но я могу рассказать вам, что произошло в этом чулане». Так точно, словно видел это собственными глазами. Это больше не тайна-тайна. Сейчас для нас самое главное узнать точное время между Ленчем и четырьмя часами пополудни, когда девушку напугали, и установить, что в это время делал каждый присутствующий в этом доме. Дело в том, приятель, что убийца был здесь, в этом чулане. Бетти Харботл наткнулась на него здесь. Что он делал, я не знаю, но ему было жизненно важно, чтобы никто не узнал о его пребывании здесь. Потом что-то произошло. Он воспользовался фартуком девушки, чтобы уничтожить следы и отпечатки пальцев. Он же и вытащил ее отсюда. И перенес в зеленую комнату, а потом вложил ей в руку поддельный дактилограф, который украл вчера вечером. А потом он ушел, бросив фартук на пол. «Как вам?» Элиот поднял руку. «Спокойно, сэр, не так быстро?» Он немного подумал. «Боюсь, против этого есть два возражения. Какие же?» «Первое. Если ему было так важно скрыть факт своего пребывания в чулане, как и то, что он там делал, зачем он переносил бессознательную девушку из одного места в другое? Он не предотвратил разоблачение, а лишь отсрочил его. Девушка жива. Она поправится и расскажет, кто это был и что он делал, если он вообще что-то делал. Вы знаете, — горячо возразил Фелл, — я не удивлюсь, если объяснение этого, кажущего за противоречие, окажется решением нашей проблемы. Какое второе возражение? Бетти Харботтл не пострадала. Физически она осталась невредимой. В ее теперешнем состоянии виноват элементарный животный страх перед тем, что она увидела. Однако все, что она могла увидеть, — это всего лишь обыкновенный человек, сделавший то, чего он не должен был делать. Это маловероятно, сэр. Сейчас девушки не такие уж пугливые. Что же могло привести ее в такое состояние? Доктор Фелл уставился на него. — Что-то такое, что делала кукла, — ответил он. — Представьте себе! Она протягивает руку и дотрагивается до вас. При этом все присутствующие вздрогнули. Шесть пар глаз уставились на разбитую голову и жутковатые руки куклы. Прикосновение таких рук было бы ощущением не из приятных. Да и вообще к этой кукле, от ее истлевшей накидки до изрезанного трещинами воскового лица, прикасаться было противно. Эллиот откашлялся. — Вы хотите сказать, что он заставил куклу двигаться? — Он не мог заставить ее двигаться, — вмешался Гор. — Я пытался это сделать много лет назад. — Он не мог заставить ее двигаться, если только с тех пор, как я ее видел, в нее не засунули какую-нибудь электрическую систему или что другое. — Будь все проклято! Господа, девять поколений Фарнли пытались выяснить, что же заставляет куклу двигаться. — А у меня к вам прямое предложение. Я плачу тысячу фунтов тому, кто мне покажет, как она работает. — Мужчине или женщине? — спросила Мадалин. — Пейдж видел, что она иронизирует, но Гор был отчаянно серьезен. — Мужчине, женщине, ребенку, кому угодно. — Мужчине или женщине? Которая или которая сумеет заставить ее работать без современных фокусов-покусов, так как она работала 250 лет назад. — Предложение весьма заманчивое, — весело произнес доктор Фелл. — Ну что ж, выкатывайте ее. — Посмотрим. Эллиот и Пейдж, не без усилий, ухватившись за железный ящик, на котором сидела кукла, вытащили весь чулан, не избежав удара о порог. Она вскинула голову и задрожала. Пейдж спросил себя, не встали ли волосы дыбом. Однако колеса двигались удивительно легко. С надрывным скрипом и чуть слышным скрежетом они подкатили ее к окну у подножья лестницы. — Ну что ж, давайте, дерзайте, — предложил доктор Фелл. — Горд тщательно осмотрел куклу. — Прежде всего вы обнаружите, что каркас куклы заполнен механизмами, похожими на часовые. — Я не специалист в области механики, и не могу сказать, настоящие ли это механизмы, или они здесь так для пущего эффекта. — Я подозреваю, что большинство из них игрушечные, но могут попасться и настоящие. Во всяком случае, тело куклы заполнено, и это главное. — Сзади имеется длинное отверстие. Если оно все еще открыто, просунь туда руку. — И, ах, вы отказываетесь, да? Лицо у гора помрачнело, и он отдернул руку. Увлекший сон провел рукой слишком близко от острых пальцев куклы. На его ладони появилась кривая царапина, и выступила кровь. Он приложил ладонь к губам. — Старая, добрая, заводная игрушка! — воскликнул он. — Моя верная, заводная игрушка! Мне бы следовало разбить вам остаток лица. — Не надо! — скричала Маделин. Это его позабавило. — Как хочешь, малышка. — Во всяком случае, инспектор, вы, кажется, не желаете заняться этим механизмом. Я хочу, чтобы вы убедились, что кукла была набита ими, буквально набита, и в ней никто не мог спрятаться. — Эллиот был, как всегда, серьезен. Отверстие в корпусе куклы нашлось сразу. С помощью фонаря он рассмотрел механизм и даже пощупал его. Казалось, инспектор и что-то насторожило, но он лишь сказал. — Да, это верно, сэр. Здесь никто не мог поместиться. Но вы все-таки предполагаете, что кто-то прятался в этой кукле и заставлял ее работать? — Это единственное предположение, которое приходит на ум. — Да вот еще что. Есть еще одна часть. Как вы сами видите, это кушетка, на которой она сидит. Смотрите. На этот раз ему пришлось труднее. Слева в нижней части кушетки была маленькая кнопочка. Пейдж увидел, что передняя часть ящика открылась, как маленькая дверь на петле. Внутренняя часть железного ящика, сильно изъеденного ржавчиной, была длиной около трех футов и высотой не более восемнадцати дюймов. Гор просиял. — Вы помните? — спросил он. — Историю с играющим в шахматы автоматом Мальзелли. Фигура сидела на нескольких больших ящиках, в каждом из которых была своя маленькая дверца. Перед демонстрацией балаганщик открывал эти дверцы, чтобы показать, что там нет никакого подвоха. Однако оказалось, что внутри прятался маленький ребенок, который ловко перемещался из одного отделения в другое. Эти движения были столь синхронны, он столь ловко манипулировал дверцами, что зрители не могли его увидеть. Что-то вроде этого написанное об этой ведьме. Но очевидцы писали, что дело совсем в другом. Думаю, нет необходимости подчеркивать, что, во-первых, это должен быть очень маленький ребенок, а, во-вторых, ни один из участников представления не мог путешествовать по всей Европе так, чтобы об этом не знал никто. В этой ведьме есть только одно небольшое пустое пространство и одна дверца. Зрители приглашали осмотреть ящик изнутри и убедить, что нет никакого обмана. Большинство из них это проделывали. Фигура стояла на высоком постаменте, и вокруг нее было пусто. И все же, вопреки здравому смыслу, В нужный момент по команде наша веселая леди брала цитру, Играла любую мелодию, которую заказывали зрители, Возвращала цитру на место, беседовала со зрителями, Которые отваживались на это, И исполняла другие старинные трюки, подходящие к случаю. Вы интересуетесь, что могло привести моего уважаемого предка в такой восторг? Но меня всегда интересовало другое, что заставило его забросить свою драгоценную игрушку, Когда он открыл ее секрет. С гора слетели его величественные манеры. — А теперь расскажите мне, как она работала, — добавил он. — Ах вы, маленькая обезьяна, — произнесла Молли Фарнли. Она говорила, как всегда, добродушно, но руки ее были сжаты в кулаки. — Что бы ни происходило, вы всегда будете вставать на добы. Вы не удовлетворены. Вы хотите поиграть в паровозики или в солдатики? — Господи, Брайан, иди сюда, я больше этого не вынесу. — А вы тоже. — Вы, офицер полиции, щупаете куклу. Ползаете вокруг нее, как ребенок. А ведь только вчера вечером убили человека. — Прекрасно, — сказал Горс. — Сменим тему. — Расскажите мне все-таки, как это произошло. — Полагаю, вы скажете, что это самоубийство? — Мадам, — с презрительным жестом произнес Горс. — То, что я скажу, не имеет значения. Кто-то в любом случае хочет наступить мне на горло. Если я скажу, что это самоубийство, на меня нападут А, Б и В. Если я скажу, что это убийство, на меня нападут Г, Д и Е. — Я не намекал на несчастные случаи, только для того, чтобы избежать гнева Ж, З и И. — Это, безусловно, очень разумно. — Что вы скажете, мистер Эллиот? Эллиот заговорил с безоруживающей откровенностью. — Леди Фанли, я лишь пытаюсь сделать все, что могу, в исключительно сложном деле, с которым столкнулся. И раскрытие его, замечу, ничуть не помогает поведение каждого из вас. Вы должны это понимать. Если хоть минуту подумаете, вы поймете, что эта кукла имеет к делу непосредственное отношение. — Я только прошу вас не говорить, повинуясь минутному настроению, ведь машина тут явно не случайна. Не знаю, игрушечный у нее внутри механизм или нет, тут виднее мистеру Гору. Мне бы хотелось разобрать ее у себя в мастерской и выяснить это. — Не знаю, можно ли ожидать, чтобы через двести лет механизм еще работал, хотя если некоторые часы работают столетиями, почему бы не работать и этой кукле? Кстати, осмотрев ее сзади, я обнаружил, что механизм недавно смазывали маслом. Молли нахмурилась. — И что же? — Я бы хотел знать, доктор Фелл, вы... Эллиот повернулся. — Но где же вы, сэр? — Впечатление Пейджа, что что-то случилось, усилилось после исчезновения такой заметной фигуры, как доктор. Он еще не привык к трюкам доктора, исчезающего в одном месте и появляющегося в другом. Обычно его находили за каким-нибудь незначительным занятием. На этот раз Эллиоту ответила вспышка света в чулань. Доктор Фелл зажигал одну спичку с другой и щурец сосредоточенно разглядывал нижние полки. — А, простите, вы слушали меня? — Ах, это... — Слушал, конечно. Я вряд ли могу претендовать на мгновенный успех там, где потерпели поражение столько поколений семьи. Но мне бы хотелось знать, как был одет первый человек, демонстрировавший машину. — Одет? — Да. Традиционный костюм фокусника, смею сказать, всегда казался мне совершенно не впечатляющим. Но он таил в себе кое-какие возможности. Однако я тыкался и искал ощупь в этом книжном шкафу. С результатами ли без них? — И что там за книги? — Книги представляют собой ортодоксальное собрание неортодоксального человека. Хотя среди них есть несколько таких, с которыми я не знаком. Но я нашел то, что, как мне показалось, является отчетом о демонстрации этой машины. Надеюсь, я могу его на время забрать. Спасибо. Но особенно и интересно вот что. Пока Гор с удивлением наблюдал за доктором хитрыми блестящими глазами, тот сгрокотом вылез из щелана с ветхой деревянной шкатулкой в руках. И одновременно Пейджи показал, что чердак заполняется людьми. Просто Кеннет Мари и Натаниэль Барроуз, очевидно, забеспокоились и полезли к ним наверх. Большие очки Барроуза и, как всегда, спокойное лицо Мари появились на лестнице чердака, словно из люка, и остановились там. Доктор Фелл с шумом пустил шкатулку на узкий свободный край кушетки, на которой сидела кукла. — Ай, подержите куклу! — вдруг воскликнул доктор. Пол тут неровный, а нам вовсе не нужно, чтобы она свалилась на нас. Посмотрите! Странная коллекция редких древностей, вам не кажется? В шкатулке лежали несколько детских стеклянных шариков, ржавый перочинный нож с расписанной рукояткой, несколько рыболовных крючков, маленький тяжелый свинцовый шар, в котором букетом были вварены четыре больших крюка. И, что было особенно неуместно, старая женская подвязка. Но не это привлекло всеобщее внимание. Все уставились на то, что лежало сверху. Двойное, искусственное лицо или пергаментная маска на проволочном каркасе, образующей подобие головы с лицом сзади и спереди, как на изображениях Януса. Она была черноватая, сохшаяся, выцветшая. Доктор Фелл не притронулся к ней. — На нее смотреть-то противно, — прошептала Мадалин. — Но что это, черт возьми? — Маска Бога, — пояснил доктор Фелл. — Что? — Это маска, которую надевал церемоний Мейстер, председательствующий на сборищах ведьм. Большинство из тех, кто читал о колдовстве, и даже некоторые из тех, кто об этом пишет, понятия не имеют, что это такое колдовство. Я вовсе не собираюсь читать вам лекцию, но здесь мы видим пример. Сатанизм был дьявольской пародией на христианские ритуалы, но у него древние корни в язычестве. Двумя из главных божеств были — Двуликий Янус, покровитель плодородия и перекрестков, и Диана, покровительница плодородия и девственности. — Хозяин или хозяйка носили, или козлиную маску сатаны, или маску, которую мы видим здесь. — О-о-о! Он потрогал маску указательным большим пальцами. — Вы уж давно намекаете на что-то, — спокойно сказала Мадалин. — Вероятно, мне не следует спрашивать, но я все-таки задам прямой вопрос. Может, он покажется вам смешным? — Вы предполагаете, что где-то здесь действует сатанинская группа? — Это шутка, — произнес доктор Фелл с глубоко осведомленным видом. — Ответ — нет. Наступила пауза. Инспектор Эллиот обернулся. Он был так удивлен, что забыл, что они говорят в присутствии свидетелей. — Но, сэр, вы имеете в виду, это невероятно. Наше доказательство... Именно это я имею в виду. Наше доказательство этого не стоит, но... — О, Господи, почему я не догадался об этом раньше? — утрученно произнес доктор Фелл. — Дело мне нравится, хотя я только сейчас приблизился к решению. Эллиот, мальчик мой, не было никакого зловещего сборища в Хаджинг-Чарт, не было никаких козлиных дудочек и ночных пирушек. Солидные жители Кента не попадались в ловушку подобных дурачств. Все это пришло мне в голову, когда вы начали собирать ваши доказательства, а теперь я вижу грязную правду. Эллиот, все это дело состряпано одной плутоватой душой и только одной. Все от душевной жестокости до убийства дело рук одного человека. Дарю вам эту идею. Послышались шаги, и к группе присоединились Марри с Бороузом. — Я еще не решил эту задачу. Я вижу свет в конце туннеля, и сейчас уж могу кое-что сказать. Дело в мотивах. Доктор посмотрел вдаль, и глаза его загорелись. — Кроме того, это нечто новенькое. Я о подобном никогда раньше не слышал. — Скажу вам честно, сатанизм — это серьезное дело, сравнимое с интеллектуальными развлечениями, которые придумал человек. — Простите, дамы и господа, я кое-что должен посмотреть в саду. Идемте, инспектор. Он тяжелой походкой направился к лестнице, а Элиот очнулся и спросил Марри. — Да, вы что-то хотели, мистер Марри? — Я хотел посмотреть куклу, — резко ответил Марри. — Как только я предоставил вам доказательства и стал бесполезен, вы про меня забыли. — Итак, это и есть ведьма. — А это? — Не возражайтесь, я взгляну на это. Он взял деревянную шкатулку, встряхнул ее и поднес ближе к окну. Элиот пристально смотрел на него. — Вы когда-нибудь раньше видели что-нибудь из этих вещей, сэр? Марри помотал головой. — Я слышал об этой маске из пергамента, но я никогда ее не видел. — Я хотел бы знать. — В этот момент кукла зашевелилась. Пейдж по сей день клянет, что ее никто не трогал, и это могло быть правдой, а могло быть и выдумкой. Семь человек толклись на скрипучем, потрескавшемся полу, плавно спускавшемуся к лестнице. Свет из окна был очень слабым, а Марри, повернувшись спиной к ведьме, все свое внимание сосредоточил на предмете, который держал в правой руке. Задел ли ее кто рукой, ногой или плечем, никто не знал. Все увидели только ветхую куклу, неожиданно рванувшуюся вперед, как машина, у которой отказали тормоза. Все видели, как два центнера дребезжащего железа вышли из повиновения и устремились к лестнице. Все слышали скрип колес, стук трости доктора Фелла на лестнице и крик Эллета «Ради бога, доктор, посмотрите наверх!» Раздался грохот, и кукла рухнула на лестницу. Пейдж успел дотянуться до нее. Он схватился пальцами за железное ящико, попытался остановить убегающую махину, но его сил не хватило, и кукла, стуча колесами, загрохотала по ступеням, сметая все на своем пути. Тяжелая черная машина крепко держалась на колесах. Распростертый на верхних ступеньках, Пейдж видел, что доктор Фелла, остановившись на полпути, глядит вверх. Он заметил луч света, падавший из открытой двери у подножья лестницы, и понял, что оцепеневший доктор Фелл не в состоянии двинуться ни на дюйм, он только выбросил вверх руку, словно для того, чтобы предотвратить удар. Пейдж услышал адский грохот и увидел, как черная фигура пролетела в дюйме от доктора. Но он увидел больше. То, чего никто не мог ожидать. Он увидел, как кукла вышла в дверь и вылетела в коридор. Одно из колеса отвалилось от удара, но ее инерция была слишком велика. Пошатнувшись, она толкнула дверь в коридоре и то открылась. Пейдж, вспотыкаясь, побежал по лестнице. Ему не нужно было прислушиваться к крику из комнаты. Он помнил, что это за комната. Там лежит Бетти Харбатл, и она не переживет нового потрясения. Когда кукла остановилась, и шум прекратился, из комнаты послышали стихи и звуки. Через некоторое время доктор Кинг с лицом белым, как бумага, вышел из спальни и спросил, «Кто, черт возьми, это сделал?» Часть третья. Происхождение ведьмы. Эпиграф. «Ведь в основе своей это сатанизм», — говорил он себе. «Этот вопрос возникает с тех пор, как существует мир. Если подумать, то это вопросы поверхностные и второстепенные. Демону нет необходимости появляться в человеческом или зверином обличье. Чтобы заявить о своем присутствии, ему достаточно утвердиться, поселиться в душах, которые он поражает и побуждает к необъяснимым преступлениям». Гьюис Манс, там, внизу. Глава четырнадцатая. Дознание по делу сэра Джона Фарнли, состоявшееся на следующий день, произвелось сенсацию, взбудоражившую весь журналистский мир Великобритании. Инспектор Эллиот, как и большинство полицейских, не любил дознания. Из практических соображений. Брайан Пейдж не любил их по другой причине. Там никогда нельзя было узнать того, чего не знал раньше. Но он признавал, что дознание, проводимое утром в пятницу, тридцать первого июля, не было похоже на другие. Заседание получилось достаточно зрелищным. Первый свидетель не сказал еще и десяти слов, а в зале поднялся невероятный шум. И закончилось все так неожиданно, что инспектор Эллиот не мог поверить глазам. Пейдж, попивая за завтраком крепкий черный кофе, благодарил судьбу за то, что не было дознания по фактам, случившимся вчера днем. Бетти Харботтл не умерла. Но она почувствовала дыхание смерти, когда во второй раз увидела ведьму. Разумеется, была не в состоянии говорить. Впоследствии бесконечные допросы, учиняемые Эллиотом, уныло двигались по замкнутому кругу. Вы толкали ее? Нет, клянусь, я не знаю, кто ее толкнул. Ведь пол был очень неровный, может быть, никто ее не толкал? Эллиот подводил итоги за трубкой и пивом с доктором Феллом. Пейдж, провожая Мадрин домой, успокоил ее истерику, заставил немножко поесть и пытался думать о множестве вещей сразу. Вернувшись, он услышал только заключительную часть соображения инспектора. — Мы повержены, — коротко произнес Алёт. — Мы ни черта не можем доказать. — Виктория Дейли убита, может быть, бродягой, может быть, и нет. Но есть странные признаки грязного вмешательства и иной силы, которые нам сейчас нет необходимости обсуждать. Это было год назад. Сэру Джона перерезали горло. На Бетти Харбатл кто-то напал, потом вынес с чердака, а ее порванный фактор найден наверху, в чулане. — Дактилограф исчезает и возвращается, и, наконец, кто-то умышленно пытается убить вас, сбросив вниз эту куклу. Вы спаслись только чудом и милостью Божьей. — Поверьте мне, я это ценю, — с неловкостью в голосе пробормотал доктор Фелл. — Это был один из наихудших моментов в моей жизни, когда я оглянулся и увидел, как эта махина летит вниз. Я сам виноват. Я слишком много говорил, и все же... Эллиот вопросительно посмотрел на него. — Все равно, сэр. Это говорит о том, что вы на правильном пути. Убийца понял, что вы слишком многое знаете. Что же касается того, что это за след, то если у вас есть хоть какие-нибудь идеи, сейчас самое время поделиться ими со мной. — Ах, конечно, я вам расскажу, — проворчал доктор Фелл. — У меня нет никаких тайн. Но даже если я вам все изложу, даже если в конечном счете окажется, что я прав, это все равно ничего не доказывает. Кроме того, я не уверен, что куклу столкнули вниз с целью, которую можно поэтично назвать моим устрашением. — Зачем же тогда? — Не за тем, чтобы еще раз напугать девушку, сэр. Убийца не мог знать, что кукла остановится прямо у дверей этой спальни. — Я знаю, — упрямо произнес доктор Фелл. — И все же, и все же доказательства. — Именно это я и хочу сказать. У нас имеются все эти факты. Из них получается цепь событий. И ни одной из ее проклятых звеньев я не могу доказать. Я даже не могу доказать, что эти события как-то связаны, и это настоящее препятствие. Получается, что полицейские доказательства должны поддерживать вердикт самоубийства. — А нельзя ли отложить дознание? — Конечно. Обычно я так и делаю и откладываю до тех пор, пока или не появится доказательство убийств, или не приходится прекращать дело. Но есть еще последнее, самое крупное препятствие. Мой старший полицейский офицер убежден, что сэр Джон Фаррель не покончил с собой. И остальные тоже. — Когда станет известно об отпечатках пальцев покойного на складном ноже, который сержант Бертон нашел в кустарнике. — Это будет конец, — заключил Эллиот. — Чего мне еще искать? — Бетти Харботл, — предложил Пейдж. — Хорошо. — Предположим, она придет к себе и расскажет эту историю. — Что из этого? — Ну, предположим, что она скажет, что кого-то видела в этом чулане. За каким занятием? И что из этого? Какая тут связь с самоубийством в саду? — Что с дактилографом? — Никто ведь никогда не утверждал, что дактилограф был у покойного. — Куда же заведет вас эта линия расследования? — Столько одному, что завтра вечер меня отзовут, а дело положат на полку. — Мы с вами знаем, что убийца здесь, и так аккуратно втирается ко всем в доверии, что он или она будет и дальше делать свое черное дело до тех пор, пока кто-нибудь это не остановит, а это, по-видимому, никто не остановит. — Что же вы собираетесь делать? — Прежде чем ответить, Эллиот отхлебнул полпинты пива. — И все же, мне кажется, один шанс есть. — Да, знание. — По полной форме. — Есть призрачная возможность, что под присягой кто-нибудь проговорится. — Надежда, признаться, слабая, но такое уже случалось. — Это последняя надежда полиции, когда все остальные методы исчерпаны. — А следователь согласится играть в нашу игру? — Мне бы тоже хотелось это знать, — задумчиво произнес Эллиот. — Этот Боро что-то замышляет. — Он зачем-то пошел к следователю. — Я догадываюсь, что следователь не особенно жалует Бороуза, не особенно любил покойного мнимого Фарноли и, конечно, полагает, что это самоубийство, но он ведет честную игру. И все они стоят вместе против чужака, то есть меня. — Вот так все и будет. Предельно просто. Жестенно объявят об отсутствующих наследниках, вынесут единственно возможный вердикт самоубийства, меня отзовут, а дело закроют. — Ну-ну, — успокоил его доктор Фелл. — Кстати, где сейчас кукла, цар? — Кукла? — переспросил Эллиот. — Я засунул ее обратно в чулан. После повреждений, которые она получила, она годится только на лом. Я собирался покопаться в ней, но, сомневаюсь, может, тут что-нибудь сделал даже механик-мастер. — Да, — согласился доктор Фелл со вздохом, взяв свечу. — Вот для этого убийца и сбросил ее с лестницы. Пейдж провел тревожную ночь. Кроме дознания, на следующий день должно было произойти много другого. Но от Бороу вздумал он не тот человек, каким был его отец. Даже такое дело, как организация похорон, он перепоручил Пейджу. Кажется, Бороу занялся другой сложной проблемой. Проснулся Пейдж ясным, солнечным, жарким утром. Около девяти часов зашумели автомобили. Он никогда не видел в Маллингфорде такого скопления машин, а, заметив огромное количество зевак и прессы, понял, что дело получило широкую огласку. Это его рассердило, потому что он считал его сугубо домашним. Дознание должно было проводиться в зале быка и мясника, в строении, похожем на сарай, и призванном служить местному веселению, сборщиков хмели. Повсюду мелькали солнечные зайчики, отражающиеся от линз фотокамер, суетились женщины. Жители округа воздерживались от комментариев и не выражали симпатий той или другой стране. В сельской местности каждый человек чем-то зависит от другого. Они предпочитали ждать и наблюдать за событиями, чтобы не попасть в просаг, кто знает, каким будет вердикт. Дознание началось в девять часов утра. Длинный, низкий, мрачный сарай был набит до отказа. Прежде всего, леди Фарнли опознала тело. Даже эта, как правило, простая процедура вызвала ряд вопросов. Молли едва начала говорить, как поднялся мистер Гарольд Уэллкин в мантии с гордений и заявил от имени своего клиента, что вынужден протестовать против заявления опознания с точки зрения соблюдения формальности, ибо на самом деле покойный не был сэром Джоном Фарнли. Дальше было долгое препирательство со следователем, к которому присоединился красный негодующий Барроуз, очень вовремя насевший на мистера Уэллкина. Но тот, вспотев от удовлетворения, быстро сдался. Он обратил на себя внимание, он задал тон. Он дал понять, что борьбы не избежать, и все это почувствовали. Он вызвал Молли, чтобы задать ей вопросы о душевном состоянии покойного. Он разговаривал с ней вежливо, но твердо, решив добиться от нее нужного ему признания, и Молли очень нервничала. Вся история выползла на свет, и благодаря мягкой искренности Мари стало ясно, что покойный был обманщиком. Показания о том, как было найдено тело, дали Барроуз и Пейдж. Потом был вызван свидетель-медик доктор Теофилус Кинг, который рассказал, что в ночь на среду 29 июня он направился в Фарнли-Клоус, куда его позвал детектив сержант Бертон. Он провел предварительный осмотр и подтвердил, что человек мертв. На следующий день, когда тело отнесли в морг, он по распоряжению следователя провел посмертный осмотр и установил причину смерти. Следователь. А теперь, доктор Кинг, опишите раны на горле покойного. Доктор. У него было три неглубокие раны, начинающие с на левой стороне горла и заканчивающиеся под правой челюстью, направленные чуть вверх. Вопрос. Оружие прошло по горлу слева направо? Ответ. Да, это так. Вопрос. Могло ли оружие быть в руках человека, совершающего самоубийство? Ответ. Да, если этот человек действовал правой рукой. Вопрос. Покойный был правшой? Ответ. Насколько мне известно, да. Вопрос. Могли бы вы сказать, что покойный не мог нанести себе такие раны? Ответ. Вовсе нет. Вопрос. Если судить по характеру ран, доктор, каким оружием, по вашему мнению, их нанесли? Ответ. Я бы сказал, зазубренным или неровным лезвием длиной в 4-5 футов. Ткани сильно разорваны. Точнее сказать, трудно. Вопрос. Вы нам очень помогли, доктор. Сейчас я попрошу принести предмет, найденный в кустарнике футов в 10 от покойного. Это нож с лезвием. Таким, как вы описали. Вы видели нож, о котором я говорю? Ответ. Видел. Вопрос. Как, по-вашему, можно ли ножом, о котором мы говорим, нанести раны, подобные тем, что вы видели на горле покойного? Ответ. По-моему, можно. Вопрос. И, наконец, доктор, я подхожу к моменту, к которому надо отнестись с большой осторожностью. Мистер Натаниэль Барроуз показал, что в момент падения покойный стоял на краю пруда, спиной к дому. Мистер Барроуз не мог сказать определенно, был ли покойный один, хотя я настаивал на ответе. Скажите, в том случае, я говорю, в том случае, если покойный был один, мог ли он отбросить оружие на расстоянии примерно 10 футов? Ответ. Физически это вполне возможно. Вопрос. Предположим, что он держал оружие в правой руке, могло ли это оружие быть отброшенным влево? Ответ. Я не могу взять на себя смелость утверждать, какие конвульсии были у умирающего человека. Могу только сказать, что теоретически это возможно. После этого формального допроса история Эрнеста Уилбертсона Ноуза не вызывала сомнений. Он рассказал, что видел из окна одинокого человека на песчаной полосе, и всем стало ясно, что об убийстве говорить не приходится. Вопрос. Но вы уверены, что видели, как покойный кончает жизнь самоубийством? Ответ. Боюсь, что так, сэр. Вопрос. Тогда как вы объясните тот факт, что нож, который он держал в правой руке, был отброшен не вправо, а влево? Ответ. Я не уверен, что смогу правильно описать жесты покойного джентльмена, сэр. Сначала я думал, что смогу, но рассудив, все-таки понял, что не уверен. Все произошло так быстро, что его жесты могли означать что угодно. Вопрос. Фактически вы не видели, как он отбросил нож? Ответ. Да, сэр, пожалуй, это так. Вот это да! Крикнул тот из зрителей. Голос, занесшийся из галереи, напоминал голос Тони Уэллера, а на самом деле, точнулся доктор Фелл, который на протяжении всего процесса, казалось, спал, тяжело дыша, а его красное лицо буквально плавилось от жары. Тишина в зале! Крикнул следователь. Во время перекрестного допроса, проводимого Бороузом, Ноул сказал, что не может поклясться в том, что видел, как покойный бросил нож. Своей очевидной искренностью он снискал симпатии присяжных. Доводы полиции, которые изиждились на описание жестов покойного, неумолимо истощались. В этом жарком сарае, где карандаши бегали, как лапки пауков, практически было определено, что покойный был обманщиком. Все устремили взгляды на Патрика Гора, истинного наследника. Пристальные взгляды, оценивающие взгляды, неуверенные взгляды, даже дружеские взгляды, оставившие его холодным и бесстрастным. — Члены суда присяжных, сказал следователь. Я прошу вас высушить еще одну свидетельницу, хотя с ее показаниями я не знаком. — По просьбе мистера Бороуза и по ее личной просьбе свидетельница пришла сюда дать важные показания. — Итак, я вызываю мисс Маддлин Дейн. Пейдж выпрямился. В зале возникло озадаченное шевеление. Репортеры не остались равнодушными к неотразимой красоте Маддлин. Зрители расступились, дав ей пройти к свидетельскому месту, где следователь протянул ей Библию, и она нервным, но твердым голосом принесла присягу. — Атмосфера в зале суда начала разряжаться. Словно в знак какого-то символического траура она надела темное синее платье с темно-синей шляпкой под цвет ее глаз. Пейдж чувствовал, что твердокаменные и самоверенные члены суда присяжных немножко расслабились. Маддлин, любимица всего мужского населения, обрела новых поклонников, даже исследователь стал взволнованно предупредительным. Все собравшиеся выстремили на красавицу восхищенные взгляды. — Я снова должен настаивать на тишине, сказал следователь. — Пожалуйста, назовите ваше имя. — Маддлин Элспет Дейн. — Ваш возраст? — Тридцать пять. — Ваш адрес, мисс Дейн. — Монплизирблиз, Фред Тендена. — Итак, мисс Дейн. — Вы, полагаю, хотели дать показания, касающиеся покойного. Что же это за показания? — Да я должна рассказать вам кое-что, только не знаю, с чего начать. Это касается сэра Джона Фарли. Серьезно, мчила Маддлин. Итого, был он или не был сэром Джоном Фарли. Я могу объяснить, почему он так хотел принять исца его адвоката, и почему он не выгнал их из дома, и почему он так настаивал на снятие отпечатков пальцев. Ах, да многое, что может вам помочь установить причину его смерти. — Мисс Дейн, если вы просто хотите высказать свое мнение о том, был ли покойный сэром Джоном Фарли, боюсь, что я должен вас информировать. Нет, нет, нет. Я не знаю, был ли он Джоном Фарли, но самое ужасное, что он сам этого не знал. Глава пятнадцатая по оживлению в тускло освещенном сарае стало ясно, что произошла, может быть, главная сенсация. Следователь откашлялся и стал крутить головой, как встревоженная марионетка. — Мисс Дейн, это не судебный процесс, это дознание. Поэтому я могу позволить вам высказываться, но лишь при условии, что это как-то нам поможет. Не будете ли вы так любезны объяснить, что вы имеете в виду? — Мадрин сделала глубокий вдох. — Да, если вы позволите мне объяснить, вы увидите, как это важно, мистер Уайтхаус. Мне трудно говорить при всех, как он пришел рассказать мне об этом, но он должен был с кем-то поделиться. Леди Фарнелли он слишком любил, чтобы довериться ей. Это была только его проблема, и иногда она волновала его настолько сильно, что все, наверное, замечали, какой нездоровый был у него вид. А мне, полагаю, открыться было безопасно. Она отчасти озорно, отчасти пренебрежительно, наморщила лоб. Вот так это и произошло. Так-так, что же произошло, мисс Дейн? Все свидетели рассказывали о встрече позавчера вечером, о разговорах, которые там велись, и о снятии отпечатков пальцев. Меня там не было, но мне обо всем рассказал друг, который был там. Так вот, самое большое впечатление на него произвела абсолютная уверенность обоих претендентов. Даже на процедуре снятия отпечатков пальцев, да и после нее. Он сказал, что бедняга Джон, простите, Джон Фарнли, единственный раз улыбнулся и почувствовал облегчение, когда истец рассказал об ужасной истории на Титанике и о том, как его ударили моряцким молотком. Да, ну и что же, эту историю сэр Джон рассказал мне много месяцев назад. После крушения Титаника он очнулся в госпитале в Нью-Йорке, но он не знал, что это Нью-Йорк и ничего не помнил о Титанике. Он не знал, как он попал туда, даже кто он такой. У него была сильная контузия от нескольких ударов по голове, нанесенных случайно или умышленно во время крушения судна, в результате которой возникла амнезия. Вы понимаете, что я имею в виду? Отлично, мисс Дейн, продолжайте. Ему сказали, что по одежде и бумагам его опознали, как Джона Фарнли. У его постели в госпитале стоял человек, который заявил, что он кузен его матери. Он успокоил мальчика и велел больше спать и скорее поправляться. Но вы же знаете, как вы дети в этом возрасте. Он был очень испуган и не на шутку встревожен. Ведь он-то ничего о себе не знал. А вдруг он что-то натворил, его могут посадить в тюрьму, так ему казалось. У него не было никаких причин считать, что он не Джон Фарнли. Он смутно помнил крики и суматоху, бескрайний открытый простор и холод, но это все, что он помнил. Поэтому он ни слова никому не сказал. Своему дяде, мистеру Реннику из Колорадо, он соврал, что помнит все, и тот ничего не заподозрил. Этот маленький секрет Джон хранил годами. Он перечитывал свой дневник, стараясь что-то вспомнить. Он говорил мне, что иногда часами сидел, сжав голову руками и сосредоточившись. Иногда ему казалось, что он смутно вспомнил лицо или событие, но все эти картины были расплывчатыми. Потому опять казалось, что он не забыл или все забыл. И единственное, что он вспомнил, скорее, как образ, а не как событие, это было что-то связанное с петлей, согнутой петлей. Под железной крышей зрители сидели, сдая в дыхании. Никто не шуршал бумажками, никто не шептался. Согнутая петля, мисс Дейн? Да, я не знаю, что он имел в виду. Да и он тоже. Продолжайте, пожалуйста. Сначала, живя в Колорадо, он боялся, что его посадят в тюрьму, если он сделает что-то не так. Он боялся писать домой, поэтому никогда не писал. Он даже боялся пойти к врачу и спросить, не сошел ли он с ума из страха, что врач на него донесет. Разумеется, со временем это понемногу проходило. Он убедил себя, что такие несчастья иногда случаются с людьми. Потом была война, и все такое. Он посоветовался с психиатром, который после многочисленных тестов сказал ему, что он настоящий Джон Фарнли, и что беспокоиться ему не о чем. Но он за эти годы так и не избавился от ужаса. И даже когда думал, что обо всем забыл, это ему снилось. Потом все началось снова, когда умер брат Дадли, и он стал наследником титул и состояний. Ему пришлось приехать в Англию. У него был, как бы поточнее выразиться, академический интерес. Он думал, что он наконец-то все вспомнит, а он не вспомнил. Вы все, конечно, видели, как он обычно блуждал, словно призрак, бледный старый призрак по окрестностям. Вы знаете, какой он был нервный. Ему здесь нравилось, он любил каждый акрый ярд этой земли. Заметьте, он ни на минуту не сомневался, что он Джон Фарнли, но он должен был знать точно, что с ним произошло. Маддерин прикусила губу. Ее ясно и обычно, а теперь несколько жесткие глаза по очереди оглядывали зрителей. Я много говорила с ним и пыталась его успокоить. Я просил его не забивать себе голову этими мыслями. Тогда он, вероятно, бы вспомнил. Я обычно устраивала так, чтобы что-то напоминало ему о прошлом. И иногда это был граммофон, игравший в вечерней прохладе «Тебе, прекрасная леди!» и он вспоминал, как в детстве мы танцевали под эту музыку. Иногда это была какая-то деталь дома. В библиотеке есть книжный шкаф, встроенный в стену между окнами. На самом деле это не шкаф, а замаскированная дверь, выходящая в сад. Она и сейчас открывается, если знать, где находится задвижка. Я убедил его найти ее. Он говорил, что после этого много ночей подряд хорошо спал, но он по-прежнему хотел докопаться до истины. Он говорил, что надо знать правду, даже если оказывается, что он не Джон Фарнли. Он побывал в Лондоне и встретился еще с двумя докторами, я это знаю. Некоторые из присутствующих видели, как он встревожился, когда однажды приблизился к человеку, который, как утверждали, обладал даром предвидения ужасному маленькому человечку по имени Ариман, живущим на улице полумесяц. Джон пригласил всех нас пойти туда под предлогом, что нам предскажут судьбу, и делал вид, что смеется над этим. Но он рассказал этому ясновидящему о себе все, однако не нашел покоя и после этого. Он обычно говорил «А я отличный помещик», и, знаете, так оно и было. Он часто ходил в церковь, очень любил гимны, особенно «Храни мне верность». В моменты эмоционального напряжения он обычно смотрел на церковные стены и говорил, что «Если бы ему когда-нибудь удалось...» Мадрин замолчала, она почти задыхалась от волнения. «Простите», выпалила она, «Вероятно, об этом лучше не говорить, во всяком случае, это вас не касается, простите себя, заняло ваше время рассказом, не имеющим отношения к...» «Я требую тишины», крикнул следователь, когда в зале зашумели, «Я не уверен, что вы в пустую от нее у нас время, что это не имеет отношения к делу. Вы можете еще что-нибудь сказать суду?» «Да», кивнула Мадрин. Повернулась, посмотрела в зал. «Еще одно». «Что же?» «Услышав о претенденте на титул и состоянии и его адвокате, я поняла, о чем должен был подумать Джон. Теперь вам известно, что все это время было у него на уме. Вы можете проследить каждый его шаг, каждую мысль и каждое сказанное им слово. Теперь вы понимаете, почему он заулыбался и почему испытал такое облегчение, когда услышал историю истца о моряцком молотке и ударе по голове во время крушения Титаника. Ведь это именно он перенес контузию и потерял память на долгие двадцать пять лет. Погодите, пожалуйста, я не говорю, что история истца неправдива, я не знаю и решать не могу, но сэр Джон, который вы называете покойным, как будто он никогда не был живым, должно быть, почувствовал немалое облегчение, услышав нечто такое, что, конечно, не могло быть правдой. Он понял, что его мечта наконец осуществилась, и он близок к разрешению мучительной загадки. Теперь вы понимаете, почему он так приветствовал снятие отпечатков пальцев. Вы знаете, почему он хотел этого больше всех. Вы знаете, почему он едва мог дожидаться этого и почему он так нервничал, ожидая результата. Мадрин схватил из-за подлокотники кресла. Пожалуйста, простите, вероятно, я выражаюсь довольно сумбурно, но, надеюсь, вы меня поймете. Ему нужна была истина, а какова она, не важно. Если он Джон Фарнелли, он был бы счастлив до конца дней, если нет, он был бы счастлив узнать это. Она закрыла глаза рукой. В зале поднялся настоящий гвалт, но следователю удалось справиться с ним. Мистер Гарольд Уэлкин поднялся. Господин следователь, все, что только что было сказано в защиту покойного, конечно, интересно, он язвительно ухмылился. Я не буду настолько дерзким, чтобы напоминать вам о ваших обязанностях. Я не буду настолько дерзким, чтобы заметить, что за последние десять минут не было задано ни одного вопроса. Если эта леди закончила свое замечательное выступление, из которого, если оно правдиво следует, что покойный был еще большим обманщиком, чем мы думали, я, как адвокат настоящего сэра Джона Фарнелли, прошу разрешения на перекрестный допрос. Мистер Уэлкин, ответил следователь, вы будете задавать вопрос, когда я разрешу вам это, а до тех пор вы будете молчать. Итак, мейсдейн, пожалуйста, разрешите ему задавать вопросы, попросила Мадалин. Я помню, что видела его в доме этого ужасного маленького египтянина, предсказателя Аримана, на улице полумесяца. И все вопросы были заданы, и следователь подвел итоги. И инспектор Эллиот вышел в другую комнату и втайне от всех сплясал сарабанду. И суд присяжное, готовясь передать дело в суд, вынес вердикт убийства неизвестным или неизвестным. Глава шестнадцатая Эндрю, макэндрю, Эллиот поднял бокал очень приличного Рейнвейна и рассмотрел его на свет. Мисс Дэйн, объявил он, вы прирожденный политик. Нет, я бы сказал дипломат, это звучит лучше, не знаю почему. А это сравнение с футбольным тотализатором поистине гениально. Суду присяжных теперь как божий день все ясно. Как вы пришли к этой мысли? При долгом теплом свете вечерней зари Эллиот доктор Фелл и Пейдж обедали у Маделин в неудачно названном, но уютном Монплезире. Столик стоял у французских окон столовой, выходящих в лавровую рощу. Сразу за ней начинался фруктовый сад. Через него шла тропинка к старому дому полковника Мардейла. Обогнув его, натянулась вдоль ручья и поднималась по холму, заросшим густым лесом. Если идти по этой тропинке, подняться на вершину и снова спуститься, можно попасть к границе задних садов Фарнли-Клоус. Маделин жила одна. Каждый день к ней приходила женщина готовить еду и уделать уборку. Это был аккуратный маленький домик, в котором хранились военные печатные здания, доставшиеся в наследство от отца, духовые инструменты и суетливые часы. Он стоял довольно обособленно. Ближайший дом принадлежал несчастной Виктории Дейли, но Маделин никогда не тяготила с изоляцией. Теперь она сидела в сумерках во главе полированного стола у открытых окон, освещенные светом свечей в серебряных подсвечниках. Она была вся в белом. Услышав вопрос Элиота, Маделин засмеялась при вспышке спички. О футбольном тотализаторе переспросила она немного покраснев. Я вообще-то до этого не додумалась бы. Это все Над Барроуз. Он все это написал и заставил меня выучить наизусть. О, каждое сказанное мое слово было правдой. Я ощущал это всем своим существом. С моей стороны было большой наглостью произносить речь перед всеми этими людьми. И я ежесекундно боялась, что мистер Уайтхаус меня остановит, но Над сказал, что другого выхода у меня просто нет. Потом, когда я вышла в быке и мяснике у меня началась истерика. Я выплакалась и почувствовала себя лучше. Это было очень наглость с моей стороны. Нет, вполне серьезно, сказал доктор Фелл. Это было замечательное представление. Но, господи, Барроуз вас подготовил. Вот это да. Да, он занимался этим половину прошлой ночи. Барроуз? Ну, когда же он был здесь и удивился опять же. Я же сам проводил тебя домой. Он пришел сюда после того, как ты ушел. Он был переполнен тем, что я только что рассказал о Молли, и очень возбужден. Знаете, господа, прогрохотал доктор Фелл задумчиво, затянувшийся большой сигарой, мы не должны недооценивать нашего друга Барроуза. Пейдж давно говорил, что он невероятно умный и малый. Он борец. Когда, как в деле Фарнли против города ходит до суда, он ложит с костьми? Элиот же интересовала что-то другое. Послушайте, мисс Дейн, упрямо сказала, я не отрицаю, что вы оказали нам услугу. Это победа, но только внешне, для газет. Я хочу знать, почему со всей этой информацией вы не пришли сначала ко мне? Я не обманщик, я не такой уж плохой парень, если так можно выразиться. Почему вы не рассказали мне? Я хотела рассказать, ответила Маделин. Честно, я хотела, но сначала мне нужно было все рассказать Молли, а потом надбороз взял с меня клятвенное обещание, что полиции я не скажу об этом ни слова, до тех пор, пока не закончится дознание. Он заявил, что не доверяет полиции. А еще он работает на теории, которую хочет доказать. Она осеклась, прикусила губу и виновата покрутила сигарету. Вы же знаете, каковы некоторые люди. И все же, к чему мы пришли? спросил Петш. После сегодняшнего утром опять пойдем по старому кругу, пытаясь узнать, кто из них настоящий наследник. Если Марий клянет, что настоящий наследник гор, если суд признает такое доказательство, как отпечатки пальцев, тогда, кажется, делу конец. По крайней мере, так я думал. Сегодня утром в какой-то момент моя уверенность была поколеблена. Некоторые намеки, ты сама их делала, сгустились в темное облако вокруг доброго старого Уэлкина. Правда, Брайан? Я только сказал то, что он отвелел мне сказать. А что ты имеешь в виду? То, что, возможно, этот иск по поводу состоянии сфабрикован самим Уэлкином. Уэлкином, стряпчем, обслуживающим плутов и шарлатанов. Уэлкином, который выбирает довольно подозрительных клиентов и, может быть, выбрал Гора, как выбрал Аримана, мадам Дюкен и всех остальных. Когда мы впервые встретились с Гором, я сказал, что он мне напоминает какого-то, ну, вроде бы, балаганщика. Уэлкин заявил, что видел призрака в саду во время убийства. Уэлкин во время убийства находился в каких-нибудь пятнадцати футах от жертвы и разделял их только стекло. Уэлкин, но ты же, Брайан, не подозреваешь мистера Уэлкина в убийстве, а почему бы и нет? Доктор Фелл говорил, я говорил, вмешался доктор с мя в сигару, что он был самой интересной фигурой в группе. Обычно это одно и то же, грустно произнес Пейдж. — А, ты что думаешь, Маделин? Кто настоящий наследник? Ты вчера сказал мне, что считаешь Фарнли обманщиком, правда? — Да, я сказала, но я не понимаю, как можно его не пожалеть. Он не хотел быть обманщиком, неужели вы не видите? Он хотел лишь знать, кто он такой. Что же касается мистера Уэлкина, то он не мог быть убийцей. Он единственный из нас не был на чердаке, когда... Ну, конечно, ужасно говорить об этом после обеда в такой чудесный вечер, но его не было на чердаке, когда упала кукла. — Зловещие события, усмехнулся доктор. Весьма зловещие. Вы, должно быть, очень мужественный человек, очень серьезно произнесла Мадалин, если смеетесь над падением этого железного идола. Дорогая моя леди, я не мужественный человек. Кукла подняла такой ветер, что я чуть не простудился. Потом я начал, как святой Петр, изрыгать проклятие и ругательство, затем я стал шутить, черт возьми. Но тут я подумал об этой девушке в соседней комнате, у которой нет такой закалки, как у меня. Я смачно выругался. Он занес над столом кулак, кажущийся в сумерках огромным. У всех создалось впечатление, что за шутками и легкомыслием доктора кроется опасная сила. Но он не опустил кулак. Он посмотрел на темнеющий сад и продолжал тихо курить. Тогда за что нам уцепиться, сэр? Спросил Петч. Вы определили, кому мы можем сейчас доверять? — Ему, — ответил Элиот и взял из коробочки на столе сигарету. Он зажег ее, осторожно чиркнув спичкой. При свете огонька его лицо снова показалось тем вежливым и бесстрастным, но в нем появилось что-то, чего Петч не мог истолковать. — Мы скоро должны уезжать, — сказал инспектор. — У нас совещание с мистером Беллчестером в Скотленд-Ярде. У доктора Фелла есть идея. — О том, что делать здесь, — спросила Мадерин. — Да, — ответил доктор Фелл. — Я задавал себе один вопрос. — Вероятно, будет лучше, если вам сообщу кое-какие несерьезные тайные слухи. Например, что сегодняшнее дознание имело двоякую цель. Мы надеялись на вердикт убийства и надеялись, что кто-нибудь из свидетелей допустит оплошность. — мы добились вердикта убийства и кое-кто совершил грубую ошибку. — Это когда вы крикнули вот это да? — Я говорил вот это да много раз, — серьезно заметил доктор Фелл. — Про себя. — За определенную цену мы с инспектором расскажем вам, почему мы оба сказали вот это да. Я подчеркиваю, за определенную цену. в конце конца вы должны сделать для нас то, что сделали для мистера Барроуза. Мы так же, как он, пообещаем вам хранить тайну. Минуту назад вы сказали, что он работает над теорией, над ее доказательством. что за теория и что он хочет доказать. Мадалин положила руки на стол и слегка отодвинулся. Не знаю. Люди приходят и делят со мной своими секретами. Они верят, что я умею хранить секреты. Я действительно умею. Теперь получает, что эти секреты из меня вытянули. И я чувствую, что рассказывая сегодня все это, совершаю что-то неприличное. И подбадривал ее доктор Фелл. Все равно вы должны это знать. Вы действительно должны это знать. И кого же? Над Бороуз подозревает. Он подозревает Кеннета Мари, ответила Мадалин. Горячий кончик сигареты Эллиот остановился в воздухе. Он ударил постул ладонью. Мари, Мари, в чем дело, мистер Эллиот? спросила Мадалин, вскидывая глаза. Это вас удивляет? Голый инспектор оставался бесстрастным. Мари последний человек, которого можно подозревать, исходя из здравого смысла. За ним все наблюдали. Даже если это оказалось лишь шуткой, он был человеком, которого все считали потенциальной жертвой. Бороуз, черт возьми, слишком умничает. У Мари алиби величиною с дом. Я ничего не понимаю, сказала Мадалин на морщий флоп, потому что он мне ничего не объяснил. Но в том-то и дело, есть ли у Мари на самом деле алиби? Я только пересказываю слова Ната. Нат говорит, что если внимательно прочесть показания, то фактически за Мари следил только мистер Гор, стоявший в окон библиотеки. Инспекторы с доктором Феллом молча переглянулись. Продолжайте, пожалуйста. Вы помните, на сегодняшнем дознании я упомянула о маленьком книжном шкафе, встроенном в стенку библиотеки, о том самом, из которого можно попасть в сад, если знать место задвижки? Помню, помню. Да, Мари сам сказал, что залез туда, чтобы заменить поддельный дактилограф настоящим, чтобы этого не заметили из окон. Я начинаю понимать, да, я рассказал об этом нату, и он ужасно заинтересовался. Он велел обязательно упомянуть об этом, вот попало в протокол. Если вообще его понимаю, он считает, что вы сконцентрировали внимание не на том человеке. Он предполагает, что все это сфабрикованный заговор против бедного Джона. Он говорит, что поскольку у Патрика Гора, хорошо подвешенный язык, у него имеется интересная информация, вы приняли его за лидера группы. Но над утверждает, что мистер Мари настоящий, ну, какое там ужасное слово упоминается в триллерах, главарь, вот-вот, банды, банды, стоящие из Гора, Уэлкина и Мари, горы Уэлкин марионетки, у которых не хватает мужества на какое-либо настоящее преступление. — Продолжайте, с любопытством произнес доктор Фелл. Объясняя это, над был безумно возбужден. Он указывает на довольно странное поведение, мистер Мари. Ну, конечно, я об этом не могла знать, потому что мало его видела. Он, кажется, немного изменился. Прошло много лет, но ведь мы все, должно быть, изменились. Бедный надо же разработал теорию, как могла работать эта группа. Мистер Мари был связан с адвокатом сомнительной репутации мистером Уэлкином. Тот имел возможность сообщить ему чистого предсказателя из своей клиентуры, что сэр Джон Фарнелли страдает потерей памяти и душевной болезнью на почве, ну, вы знаете сами. Поэтому Мари, старый домашний учитель, решил использовать обманщика с поддельными документами. Через Уэлкин он нашел среди его клиентов подходящего кандидата Гора. Мари в течение шести месяцев подробнейшим образом инструктировал его. Надо говорить, что именно поэтому речь и манера поведения Гора так похожа на речь и манеру поведения Марии. Над сказала, что вы это заметили, доктор Фелл? Доктор с любопытством взглянул на нее. Продолжайте, пожалуйста, снова подбодрил ее Эллиот. Предположение над о том, что случилось ужасно, ответила Мадулин, снова закрыв глаза. Бедного Джона, никому никогда не сделавшего ничего плохого, надо было убить, чтобы некому было бороться против их притязаний. Да так, чтобы все считали, что он покончил с собой, так большинство людей и считает. Да, согласился Лед, большинство считает именно так. Уэлкину и Гору безнравственным трусливым людишкам предстояло сыграть свою роль. Каждый, видите ли, должен был охранять свою часть дома. Уэлкин находился в столовой. Гор должен был наблюдать за окнами библиотеки по двум причинам. Во-первых, чтобы клятвенно подтвердить алиби мистера Марри, а во-вторых, чтобы помешать всем остальным смотреть в окно, пока мистер Марри был в библиотеке. Они подбрались к бедному Джону, как, ну, вы и знаете, у него не было никаких шансов. Когда они узнали, что он в саду, мистер Марри бесшумно вышел из библиотеки, он крупный и сильный человек, он поймал Джона и убил его. Это деяние он оттягивал до последнего момента. То есть они надеялись, что Джон, может быть, сломается и признает, что потерял память. Тогда они, возможно, и оставили бы его в живых, но он не признался, поэтому они его убили. Но мистеру Марри надо было объяснить, почему он так неоправданно задержался со сравнением отпечатков пальцев. Поэтому он придумал фокус с дактилографами. Сначала украл, а потом вернул один из них. И на отговорит, несколько задыхая, закончила она, он говорит, что вы попались в эту ловушку, как и планировал Марри. Инспектор Эллиот осторожно вынул сигарету изо рта. Вот как? А этот мистер Бороуз объясняет, как мистер Марри совершил убийство незамеченным на глазах у Ноуза и фактически на глазах самого Бороуза? Она помотала головой. Это он мне не сказал. Или не хотел. Или у него еще не сложилось на этот счет собственное мнение. У него еще не сложилось на этот счет собственное мнение, глухим голосом повторил доктор Фелл. Слегка замедленна мозговая деятельность. Немного опоздал с домашним заданием. Ах, моя старинная шляпа, это ужасно. Мадрен уже дважды за сегодняшний день довела себя до учащенного сердцебиения. «Так что вы на это скажете?» спросила она. Доктор Фелл подумал, «в его умозаключениях есть слабые места, очень слабые. Это не важно», сказала Маделин. «Мне кажется, я и сама в это не верю. Но я вам уже говорил, что хотел бы знать, что за намек ее делали относительно случившегося». Он с любопытством посмотрел на нее. «Вы все нам рассказали, мадам, все, что я, я могу осмелиться сказать, не спрашивайте мне больше, пожалуйста». «И все же», возразил Доктор Фелл, «рискуя показаться слишком настойчивым, я собираюсь задать вам еще один вопрос. Вы очень хорошо знали покойного Фарнли». «Сейчас ситуация снова стала неясной психологически, но если ответить на этот вопрос, мы подойдем к истине. Почему Фарнли беспокоился все двадцать пять лет? Почему его так тяготили и подавляли воспоминания? У большинства людей такое беспокойство через некоторое время прошло бы, а у него остался на душе ужасный шрам. Скажите, мучили ли его, например, воспоминания о преступлении или причиненном кому-то зле? Она кивнула. «Да, думаю, мучили». Но он не помнил, с чем это связано. Нет, но его мучил образ согнутой петли». Пейджини на шутку взволновали эти слова. «Что за согнутая петля? Или если уж на то пошло просто петля? Что-то из его бессознательного бреда? Нет, не думаю. Мне кажется, это другое. Похоже, он иногда в кошмарах видел петлю, дверную петлю, белую петлю. Когда он смотрел на нее, она изгибалась, почему-то выпадала и трескалась. Он говорил, что это так белая петля, протянул доктор Фелл, посмотрев на Эллиота. Это опровергает нашу теорию приятель? А? Да, сэр. Доктор громко чихнул, потом еще раз. Прекрасно. Теперь посмотрим, есть ли здесь какие-либо намеки на правду. Даю вам подсказки. Первое. Здесь с самого начала. Много говорили о том, что кого-то ударили или не ударили по голове тем, что было описано, как деревянный моряцкий молоток. Много толков вызывал этот поступок, но не молоток. Откуда у кого-то оказался этот предмет, где его вообще-то встали? На современных судах моряки не очень-то пользуются подобными вещами. Мне на ум приходит только одно. Вы, вероятно, видели такие молотки, если пересекали Атлантику. На современных лайнерах они висят возле каждой из стальных дверей, расположенных через определенные интервалы в коридорах нижних палуб. Эти стальные двери находятся или, по крайней мере, должны находиться на уровне ватерлинии. В случае несчастья их может задраить и образовать серию переборок по избежанию полного затопления, а молоток у каждой двери мрачные напоминания предназначен для стюарда на случай паники или стихийного бегства пассажиров. Титаник, если вы помните, славил своими переборками по ватерлинии. Ну, так что же? Спросил Пейдж, когда доктор замолчал. Это вам ни о чем не говорит? Нет? Вторая подсказка, кивнул доктор Фелл. Это интересная кукла. Золотая ведьма. Выясните, как приводили в действие куклу в семнадцатом веке, и вы разгадаете основную тайну этого дела. Но это не имеет никакого значения, скричала Мадалин. По крайней мере, это никак не связано с тем, о чем я думала. Я полагала, что ваша мысль работает в совсем другом направлении. Инспектор Эллиот посмотрел на часы. Нам пора, сэр, категорично заявил он. Весь мать ему спеть на поезд, а по дороге взглянуть в Фарнелли Клоус. Не уходите, резко сказала Мадалин. Не уходите, мадам, очень спокойно ответил ей доктор Фелл. В чем дело? Мне страшно, сказала Мадалин. Полагаю, именно поэтому я так много говорила. Пейдж был в шоке. Это была совсем другая, новая Мадалин. Доктор Фелл осторожно положил на блюдце своей кофейной чашки сигару. Он очень осторожно черпнул спичкой, подался вперед и зажег свечи на столе. Четыре золотых огонька закрутились и стройно поднялись в теплом неподвижном воздухе. Они словно бабочки парили над свечами. Глаза Мадалин на его краю отражали свет свечи. Они казались спокойными, но были широко распахнуты. Похоже, в них стоялся не только страх, но и ожидание. Доктору, видимо, стало не по себе. Боюсь, мы не можем остаться, мисс Дэйн. В городе нам надо свести кое-какие концы и с концами, но завтра мы вернемся, если Пейдж мог. Ты не оставишь меня, правда, Брайан? Прости, что я такая дура и беспокою тебя. Господи, конечно же, я тебя не оставлю. Взревел Пейдж, чувствуя неукротимую потребность защищать, которую я никогда раньше не испытывал. Пусть я стану причиной скандала, но я до утра не отпущу тебя и на расстоянии вытянутой руки, хотя бояться вообще-то число, годовщина, тридцать первое июля, Виктория Дейли умерла ровно год назад. А еще, добавил доктор Фелл, сегодня канун праздника урожая. Хороший шотландец вроде Элиот объяснит вам, что это такое? Это ночь великого шабаша. И силы преисподней возбуждены. Да, ладно, я веселый и зануда, да? Пейдж был озадачен, он почти рассердился. Что? Воскликнул он. Зачем забивать головы людям всяким вздором? Мадрин и так взвинчена. Зачем, черт возьми, вы хотите напугать ее еще больше? Здесь нет никакой опасности. Если я поблизости кого-то увижу, то сверну его проклятую шею, а потом извинюсь перед полицией. Простите, произнес доктор Фелл. Некоторые времен устал и взволнованно смотрел на обоих с высоты своего огромного роста. Затем взял с кресла плащ, широкополую шляпу и трость с раздвоенной подпоркой. До свидания, сэр, сказал Элионт. Если я хорошо запомнил эти места, мы можем подняться по этой тропинке слева от сада, пройти по лесу и спуститься к Фарнелли и Клоус по другой стороне. Правильно? Да. Ну, тогда до свидания. Спасибо за все. Присматривайте за ней хорошенько, мистер Пейдж, он улыбнулся Маделин. Да, и берегите с привидений в лесу, крикнул Пейдж им вслед. Он стоял у французского окна и наблюдал, как они спускаются к саду через лавровую рощу. Ночь была очень теплая, и с саду носились густые пьянящие запахи. Безотчетный гнев Пейджа становился все сильнее. Как старые бабы буртун пытаются. Повернувшись, он заметил мимолетную улыбку Маделин. Она была снова спокойна, но немного покраснела. Мне очень жаль, что я оказалась такой трусихой, Брайан. Кротко произнесла она. Я знаю, что здесь мне не грозит никакая опасность. Она встала. Ничего, если я на некоторое время удалюсь, я хочу подняться, попудрить нос, вернусь через секунду. Как старые бабы пытаются, продолжал Пейдж. Оставшся один, он осторожно зажег сигарету. Через некоторое время он нашел в себе силы почти засмеяться над своим раздражением и почувствовал себя лучше. В сущности, вечерный дне с Маделин был самым приятным событием, о котором он только мог мечтать. Он подошел к электрическому выключателю. Приглушенный свет настенных ламп подчеркнул изящество комнаты и очарование ситцевых занавесок. Странно, подумал он, насколько назойливо может быть тиканье часов. В комнате было двое часов, они не соперничали друг с другом, но каждый из них дополняли болтовню других и издавали какой-то шелест. Движение крошечного маятника над них притягивало взгляд. Он вернулся к стылу и налил себе чуть теплого кофе. Шум его собственных шагов, стук чашки облюдца, звонкий удар фарфорового кофейника, а край чашки были таким же отчетливым, как тиканье часов. Он впервые осознал пустоту в полном смысле слова. Мысли вошли дальше. Это комната абсолютно пуста. Я один, ну и что? Мадлин что-то долго пудрила нос. Еще один мотылек зигзагом влетел в открытое окно и хлопнулся на стул. Занавески огоньки свечей слегка заколыхались. Лучше закрыть окна. Он прошел по мягко освещенной пустой комнате, остановился перед французским окном, посмотрел в сад и застыл. В саду в темноте как раз за тонкой полоской света падавшего из окна сидела кукла из фарнли Клоус. Глава семнадцатая Секунд восемь он стоял глядя на нее, стоял так же неподвижно, как сама кукла. Из окон падал бледно-желтый свет. Он простирался по траве футов на десять, двенадцать и освещал некогда окрашенные основания фигуры. Но и в восковом лице зияли еще более глубокие трещины. После падения она накренилась немного в сторону и половина механизма вывалилась. Кто-то потрудился исправить это, забив в образовавшиеся отверстие пришедшую в негодность накидку. Старая, исковерканная, полуслепая, она злобно смотрела на него из гущелавровых деревьев своим единственным глазом. Ему потребовалось усилий, чтобы сделать то, что он сделал. Он медленно направился к ней, чувствуя, что ноги с трудом несут его от освещенных окон. Ну, что ж, это необходимо. Она была одна, или так ему казалось. Он заметил, что ее колеса починены, но почва так запеклась от долгой июльской засуки, что на ней почти не осталось следов. Неподалеку слева проходила усыпанная гравием дорожка, на которой тоже не осталось никаких следов. Услышав, что Маделин спускается по лестнице, Пейдж быстро вернулся в дом. Он осторожно закрыл все французские окна. Затем взял тяжелый дубовый стол и подвинул вон на середину комнаты, уронив при этом один из подсвечников. Маделин, появившись в дверях, заметил, как он поправляет слишком душно, может быть, лучше я сам. Он примерно на фут приоткрыл среднее окно. Брайан, что-то случилось, да? Он снова ясно услышал тиканье часов. Но сейчас рядом с ним была Маделин, нуждающаяся в защите. Она не казалась напуганной или слабой. Ее аура, другого слова не подберешь, заполняла комнату. Пейдж ответил. Господи, нет, разумеется, ничего не случилось, просто досаждают мотыльки. Вот и все, поэтому я и закрыл окно. Может, пойдем в другую комнату? Нет, останемся здесь и выкурим еще по сигаретке. Ладно, может быть, еще чашечку кофе и беспокойся. Какое беспокойство? Он уж стоит на плите. Она улыбнулась вымученной улыбкой человека, находящегося на грани нервного срыва, и вышел на кухню. Пока она отсутствовала, он не смотрел в окно. Ему показалось, что Мадалин слишком долго возится в кухне. Он же готов был отправиться за нею, когда она вошла в дом, неся горячий кофейник. Очень спокойным тоном она произнесла, знаешь, Брайан, что-то происходит. Задняя дверь открыта, я помню, что она была заперта, Мария всегда ее закрывает, когда уходит домой. Значит, Мария забыла, возможно, как скажешь. Ах, я сумасшедшая, я это знаю, давай поговорим о чем-нибудь веселом. Она, казалось, опомнилась и разразилась виноватым, натужным смехом, но лицо ее повеселело. В углу комнаты стоял радиоприемник, скромный, как сама Мадалин. Она включила его. Через две секунды прогрева в комнату ворвались оглушительные звуки музыки. Мадалин уменьшила громкость, но стремительная танцевальная мелодия заполнила комнату, как шум прибоя. Звучала бесхитростная песенка совершенно невразумительным текстом. Мадалин некоторое время слушала, потом вернулась к столу, села и развила кофе. Они сидели совсем рядом друг к другу, так близко, что мог коснуться ее руки. Он находился спиной, к окну. Передж все время ощущал, что за ним кто-то стоит. Ему вдруг стало интересно, что бы он почувствовал, если бы уродливое лицо куклы уткнулось в стекло. Все же он начал нервничать, хотя голова его напряженно работала. Ему казалось, что начнулся ото сна, и впервые за эти дни мысли трационально, как будто оковы пали, и мозг работал свободно. Итак, какие же факты из истории этой куклы ему известны? Это груда железа, колеса и воска. Она не более опасна, чем кухонный чайник. Я досконально осмотрели, изучили. В этом странном деле ее единственная роль приводить людей в ужас, и на это ее направила жестокая человеческая рука. Она не пробиралась сама по тропинке с фарнли клоус, как злобная старуха в кресле на колесах. Ее привезли сюда, чтобы вселить в кого-то ужас. Это хитрый ход, придуманный каким-то негодяем. Пейджу казалось, что эта кукла прекрасно вписывается в загадку, возникшую вокруг этого дела, и он должен ее решить. «Да», произнесла Мадалин, словно угадывая его мысли, «поговорим об этом, так правда будет лучше, о чем?» «Обо всем этом», пояснила Мадалин, сжимая руки, «я, может быть, знаю об этом немножко больше, чем ты думаешь». Она тут поплыла у него перед глазами. Мадалин положил ладони на стол, словно собиралась оттолкнуться. Чуть заметно испуганная улыбка коснулась ее глаз рта. «Интересно, знаешь ли ты, спросил он, о чем я подумал, мне бы хотелось знать». Он неотрывно смотрел на приоткрытое окно. Ему казалось, что он говорит не столько для Мадалин, сколько для кого-то находящегося снаружи, чье присутствие ощущалось в доме. «Вероятно, лучше всего начать издалека», произнес он, по-прежнему глядя на окно. «Позволь кое-чем тебя спросить. Ты когда-нибудь слышала о культе ведьм в этих местах?» «Молчание». «Да, ходили слухи, а что?» «Это касается Виктории Дейли». «Ты знала, что после убийства Виктории Дейли обнаружили, что ее тело натерто мазью, стоящие сока пастернака, аконита, лобчатки, белодонные сажи?» «Но для чего?» «Причем все эти ужасы, очень даже причем». «Это одна из разновидностей знаменитой мази, ты, наверное, о ней слышала, которые сатанисты натирались перед тем, как отправляться на шабаш. В ней нет одного из самых страшных ингредиентов, плоти ребенка, но, благо, даже для сатанистов есть пределы. «Брайан!» «Да-да-да-да, правда!» «Я кое-что об этом знаю и ума не приложу. Почему не вспомнил об этом с самого начала?» «А теперь я хочу, чтобы ты подумал об очевидных выводах, которые мы можем сделать из всего происшедшего. Выводах, которые доктор Фелл и инспектор давно уже сделали. Я имею в виду увлечение Виктории сатанизмом, может быть, поверхностное, и достаточно ясно, без всяких подсказок. Почему? Следи за моей мыслью». Она использует эту мазь накануне праздника урожая, в ночь одного из самых крупных сборей сатанистов. Она убита в 11.45, а шабаш начинается в полночь. Ясно, что она натерла с этой мазью за несколько минут до того, как ее настиг убийца, а она убита в своей спальне. На цокольном этаже окно, которое широко распахнуто, а ведь именно через окно сатанисты отправлялись или думали, что отправлялись на Маделин. Ему казалось, что она слегка нахмырила лоб. Вздохнув, она произнесла «По-моему, я понимаю, к чему ты клонишь, Брайан». «Ты сказал, думали, что отправлялись, потому что...» «К этому-то я и клоню». «Ну, во-первых, какие выводы мы можем сделать о ее убийце? Это самое важное. Бродяга ли убил Викторию Дейли или нет. В этом доме во время убийства или сразу после него находился третий человек. Маделин вскочила. «Почему, Брайан, я ничего не понимаю. Из-за состава мази. Ты представляешь, как может действовать это снадобье? Очень приблизительно. Расскажи мне». «За шестьсот лет», продолжал он, накопилось множество свидетельств людей, утверждавших, что они посещали шабаши ведьм и видели сатану. «Когда читаешь их, больше всего впечатает абсолютная искренность и подробные детали. Эти люди описывали то, чего на самом деле не могло быть. Мы не можем отрицать того факт, что культ сатаны действительно существовал и представлял собой мощную силу со средних веков до семнадцатого столетия. Организации и управление у станистов были не менее сильными, чем у самой церкви. Но откуда эти фантастические полеты по воздуху? Эти чудеса и призраки, эти демоны и привидения, эти злые и добрые духи? Такой практический ум, как мой, не может принять все это за чистую монету. Что же заставляет людей верить в это? Мадерин спокойно констатировала. Аконит и Белодонна или Красавка? Они посмотрели друг на друга. «Я считаю, что это и есть объяснение», сказал он, по-прежнему не отрывая глаза от окна. Некоторые полагают и думаю не без оснований, что в большинстве случаев ведьма никогда не покидала своего дома или даже своей комнаты. Ей казалось, что она присутствует на шабыше в рощи. Ей казалось, что с помощью магии она попадает к оскверненному алтарю и находит там любовника-демона. Она это видела, потому что главными ингредиентами мази были Аконит и Белодонна. Ты что-нибудь знаешь лишь от действий таких ядов, втираемых в кожу? У моего отца была книга «Судебная медицина», ответила Мадалин. Я интересовалась. Белодонна, проникая через поры кожи и под ногти быстро вызывает возбуждение, безумные галлюцинации и бред, а в конце концов человек теряет сознание. Добавь к этим симптомам, вызванным Аконитом умственное расстройство, тошноту, замедление движений, нерегулярное сердцебиение, наконец, беспамятство. Ум, погрязший в изучении станинских пирушек, а на столике у постели Виктории Дели лежала книга, посвященная им, дорисует все остальное. Да, это так. Полагаю, теперь мы знаем, каким образом она посещала шабаши ведьм накануне праздника урожая. Мадрин провела пальцами по краю стола, дико посмотрела на него и кивнула. Да-да. Но даже если предположить, что так все и было, Брайан, как это доказывает, что в тот вечер, когда она умерла, в доме был кто-то третий. Я имею в виду, кроме Виктории и бродяги, убившего ее. А ты помнишь, как она была одета, когда нашли тело? Конечно. Ночная рубашка, халаты, домашние тапочки. Да, когда нашли тело, в том-то все и дело. Аккуратная новая ночная рубашка, не говоря уж о шикарном халате поверх липкой масляной мази цвета сажи явно и не суразица. Халат для шабаша, костюм для шабаша, если он вообще был, стоял из самых простых лохмотьев, чтобы они не мешали движению и проникновению мази в кожу. Неужели ты не понимаешь, что произошло? В одиноком темном доме женщина то впадала в бред, то теряла сознание. Бедный бродяга, увидев дом на отшиве с открытым окном, решил, что там найдется, чем поживиться. Встретилась же его возбужденная женщина, кричавшая в бреду. Должен быть, он принял ее за привидение, готовый напасть на него. От страха он потерял голову и убил ее. Виктория, умастив себя мазью и вызов в состоянии транса, никогда не надела бы ночную рубашку, халаты, тапочки, убийца тем более не стала бы наряжать свою жертву, потому что на крики прибежали фермер, потом полицейский и вспугнули его. Но в темном доме еще кое-кто был. Виктория Дели лежала мертвая, вымазана этой дрянью и в жутковатом костюме. Какой-то мудрец, может быть, догадался, что произошло. Чтобы предотвратить сплетни, этот третий пробрался в спальню, прежде чем обнаружили тело. Помнишь? Двое услышавшие крики увидели убийцу, убегающего через окно и бросились в погоню. Они вернулись лишь спустя некоторое время. Именно за этот промежуток некто снял ведьмовскую одежду Виктории и для пристойности одел ее в ночную рубашку, халат и тапочки. Вот так, так все было. — Ты знаешь, что все это правда, не так ли? — он кимнул Мадалин. — Брайан, откуда мне это знать? Нет, нет, ты не так меня поняла. Я имею в виду, что ты уже так же уверена, как я, правда? — Эллиот все время работал над этой версией. Она долго молчала, потом ответила. — Да. Она вздохнула. — Я так думаю. Во всяком случае, я так думала до сегодняшнего вечера. Но намеки доктора Фелл оказалось, никак не согласовываются с моими идеями. И я ему потом сказала. — Кроме того, это, кажется, не согласовывается и с тем, что думают они. Ты помнишь, они вчера заявили, что в этих местах не было никакого культа ведьмы? А его и не было. — Но ты же только что объяснил. — Я объяснил, что делал один человек. Один и только один. — Вспомни, вчера, доктор Фелл говорил, все от душевной жестокости до убийства дел рук одного человека. Вдумайся в эти слова. Примени к нашей ситуации душевная жестокость плюс интеллектуальное развлечение, плюс смерть Виктории Дейли, плюс неопределенные слухи о колдовстве среди, как это говорил Эллиот, местного дворянства. Интересно, что побудило этого человека взяться за дело? Просто скука? Или склонность к мистике, унаследованной от родителей и действующей на уровне подсознания? — Так за что же здесь можно ухватиться? — воскликнула Мадалин. — Я все время стараюсь понять это. За что нам ухватиться? Вдруг за ее спиной раздался удар по стеклу, а потом леденящий сердце скрежет. Мадалин вскрикнула. От удара полуоткрытый створ к окна почти захлопнулось и, задребезжав, стукнуло парами. Пейдж похолодел. Звуки оркестра по-прежнему заполняли комнату. Он подошел к окну и открыл его. Продолжение следует... Продолжение следует...